Всем привет! С вами Сергей, проект По, и сегодня я хочу поговорить о книге Бориса Акунина «Планета вода». Это книга о приключениях Эраста Фандорина, и здесь три повести, они не очень большие по объему. Борис Акунин прочитал весь цикл о приключениях Эраста Фандорина, и когда прочитал «Черный город», где довольно однозначная концовка, я думаю, что к этому герою Акунин больше не вернется. Но, видимо, изменились обстоятельства, или он не все сказал, или же больше денег хочет заработать на этой франшизе. Я не знаю, какие мотивы у автора. В книге «Планета вода» три повести, они небольшие по объему. Первая книга так и называется «Планета вода», и рассказывает она про тот период, когда Фандорин захотел отойти от сыскной деятельности, заняться изучением морского дна. Он хочет найти утонувший галеон, он изучает подводные лодки, строение подводных лодок, и поэтому он уезжает на острова, где хочет этим активно заниматься. Но его там находит английская разведка и сообщает, что рядом находится засекреченная военная база немцев, и что немцы разрабатывают какое-то оружие, и то, что там они прячут маньяка, который убивает маленьких девочек. Вот такая субмурная вещь. На самом деле, все там довольно так гротесно. Я не верю глобальному злодею, который будет в первой повести, потому что у него цель захватить власть над миром, но при этом руководить всем этим с-под воды. Якобы потому, что воды больше всего на планете Земля, и оттуда можно контролировать и Англию, и ее флотом можно контролировать, все страны. Немного так все там по-наивному. Довольно много в книге рабочения, размышлений о родине, о России, о размышлении, о смысле, о государстве, о роли человека в государстве. Но я не обращал на это внимание. Мне интересен был сам сюжет, что будет делать Эрас Фондорин, какие будут с ним происходить приключения. Мне прочиталось первое повести очень легко, но вот как-то какого-то следа или каких-то положительных эмоций, честно говоря, оно не оставило. Во втором же повести, который называется «Белеет парус одинокий», событие более интересное. Там нет таких глобальных планов, каких-то, не знаю, злодеев, мега-злодеев. Просто Фондорин узнает, что когда-то его любовь ушла в монастырь, и теперь была зверски убита, и было ей нанесено очень много колотых ран. Поэтому он приезжает из Парижа в Захолустье, где она была убита, и ведет там расследование негласное, пытаясь определить, кто ее убил, потому что фактически на том острове очень мало подозреваемых. Понятно, за что убили эту любовь, кто нанес и столько колотых ран. Здесь уже сюжет гораздо интереснее, более приближенный к Азазели, турецкому гамбиту. Много экшена, интересный убийца в конце развязка. Поэтому вторая повесть мне понравилась гораздо больше. Что касается третьей повести, она еще короче. Фондорин будет возвращаться на поезде вместе со своей женой, и явно он будет скучать от всего этого. Но внезапно происходит остановка поезда, и он узнает, что впереди идущий поезд пытались ограбить. Но не то, что пытались ограбить, его ограбили и похитили большую сумму денег. И он с радостью включается в расследование, пытается узнать, кто совершил ограбление, сколько там людей было, идет по следу. Пытается взять убийцу. Здесь еще интересно, как появляются, неожиданно появляются такие персонажи, как Владимир Ильич Ленин и Коба, он же Иосиф Виссарионович Таллин. Не знаю, зачем это было приплетено. Видно, что-то автор хотел этим рассказать. Но опять же, я стараюсь не вдаваться в какие-то политические контексты или на рабочительные вещи, которые пытается Акуни внедрить в свои книги. Мне больше нравится именно приключенческая часть, то есть расследование. Мне нравится та эпоха, в которой это все происходило. Поэтому все три повести я бы оценил. Первым месте я поставил бы повесть о расследовании убийства его бывшей влюбленной. На втором месте было бы расследование ограбления поезда. Ну, а на последнем уже планета Вода, которая вначале вообще развивается очень интересно. Там я ожидал погружения, интересно раскручиваются события на этом замкнутом острове, там есть интересные персонажи. Однако потом, когда увидел главного злодея и какая скомканная на самом деле концовка, как будто он решил все, хватит писать, а то превратится в очень длинный-длинный роман, концовка ужасно скомканная в первой книге. Вот такой сумбурный у меня получился рассказ, даже немного пересказ сюжета. Такие же у меня и впечатления. Двоякие. Я считаю, что в принципе не нужно было возвращаться уже к этому персонажу. Все самое интересное про него он уже рассказал. А вот эти истории, флешбеки, они никак не раскрывают Фандорина. То есть они просто показывают какую-то сторону. У меня ощущение, что книга написана скорее для заработка на известном имени, на имени своего персонажа, который по сути и принес известность Акунину. Но все равно пишет там он мастерски, в атмосферу погружает он очень хорошо. И кто любит Эраста Фандорина, тот, я думаю, с удовольствием почитает эту книгу. Однако всем остальным эта книга, наверное, пройдет мимо. Особенно тем, кто еще не читал ничего у Акунина. Я думаю, прочитав эту книгу, он ничего и не захочет больше читать. Поэтому лучше читайте первые циклы. Книги Азазель, Статский советник, Турецкий гамбит. Они гораздо интереснее, гораздо меньше политизированы. Читайте хорошие книги. С вами был Сергей, проект По.